Привет, это Марк Бартон. Я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня у нас замечательная тема. 13 женских правил, чтобы не стать жертвой в отношениях с мужчиной. Прежде чем мы начнем более подробно говорить на сегодняшнюю тему, я приглашаю вас сразу после просмотра этого видео пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Это двухнедельная программа, в которой может принимать участие любая женщина и из любой точки мира, где бы вы ни находились. Главное, чтобы у вас был интернет. За эти две недели мы разберем очень важные темы для каждой женщины. Вы найдете массу ответов для себя и поймете, как вам стать счастливой, наполненной, женственной, прекратить находиться в отношениях, которые вас разрушают, повысить свою самооценку, привести ее в такое здоровое, полноценное состояние. Ссылка находится под этим видео. Проходите регистрацию, вам будет очень полезно и интересно. Так часто бывает, что во время знакомства с мужчиной, женщины упускают очень главные детали в общении с ним. Влюбленность, эйфория, понятно, страсть, эмоции. И в этом состоянии многие из вас забывают о том, что мужчина может своими поступками, действиями, своими разговорами, своими ценностями продемонстрировать вам то, из чего он состоит на самом деле. То есть вы в общении с мужчиной можете обнаружить очень важные для себя моменты, которые в дальнейшем повлияют на ваши отношения с ним. Сегодня мы попробуем разобраться, что это за важные правила для каждой женщины. Дело в том, что я в своей работе очень часто сталкиваюсь с девушками, которые, пережив, например, болезненное расставание с мужчиной или находясь в отношениях несчастливых, начинают на консультации вспоминать о явных проявлениях недостойного поведения мужчины, о каких-то звоночках, которые уже предупреждали о том, что рядом с тобой изначально опасный человек. И все действительно начинает проявляться в мелочах. Так вот, не забывайте о том, что в период влюбленности и мужчина тоже находится под гормональным воздействием, мужчина тоже находится в таких розовых очках, и при этом он пытается быть лучшей версией себя. То есть он не показывает себя настоящего, так же, как и вы. То есть такой бал лицемерия. Два партнера встретились, и один пытается выпендриться перед другим. Но даже несмотря на все это, желание показать, что я крутой, желание показать, что я нормальный, достойный мужчина, не всегда срабатывает. Даже в таком идеальном поведении можно разглядеть очень важные нюансы. Сегодня мы об этом поговорим. Берите ручку, карандаш, чем удобно вам писать, тем и пишите. И записывайте эти 13 очень важных правил, на которые нужно обращать внимание в тот период, когда ваши отношения с мужчиной только начинают развиваться и только зарождаются. Правило первое. Мужчина просит вас не афишировать отношения. Вы познакомились, у вас завязался бурный роман, сексуальная близость, страсть, вы отдыхаете вместе. И вы, как абсолютно нормальная женщина, понимаете, что у вас начались отношения. Но здесь возникает большой вопрос. Эти отношения начались у вас двоих или только у вас, у женщины? Возможно, мужчина не считает близость с вами, времяпрепровождение с вами отношениями. Может быть, у него совершенно другой взгляд на все происходящее в вашей паре. Обратите на это внимание. Если ваш мужчина очень болезненно и остро реагирует на то, что вы выкладываете фотографии в социальных сетях, вы, возможно, просите его, лайкайте его фотографии, или вы оставляете какие-то душевные комментарии. Например, он выложил какую-то мужественную фотку в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. И вы решили написать комментарий. Мой дорогой, мой хороший, соскучилась по тебе. Мужчина может агрессивно на это реагировать. Причины могут быть совершенно разными. Вплоть до того, что у него есть на стороне еще какой-то партнер, с которым он встречается. Может быть, есть жена, может быть, есть любовница, а может быть, он вообще не планирует с вами строить отношения, и вы для него девочка, с которой ему нравится проводить время. Если вы действительно в отношениях с мужчиной обратили внимание на то, что он скрывает вас, это очень тревожный звоночек о том, что в этих отношениях вы, скорее всего, станете жертвой. Он может вас скрывать от своих друзей, не вводить вас в круг своего общения, не знакомить с родственниками. Я уже вообще молчу про семью, вроде родителей, отца, матери, брата родного, либо сестры. То есть вы вроде бы есть, но вы на дистанции. Обратите на это внимание. Это первое правило, которого нужно придерживаться. Если мужчина скрывает вас, будьте бдительны. Второй очень важный момент, второе правило для женщины, которая не хочет стать жертвой в отношениях. Если ваш мужчина неадекватно реагирует на вашу чувственность, а вернее на ваши слезы. Очень часто женщина в отношениях с мужчиной по разным причинам может позволить себе показать слабость, чувственность, тревожность, какую-то уязвимость. И слезы, они в принципе даны нам для того, чтобы мы, проживая стресс, избавлялись от этого эмоционального груза. Многие мужчины неадекватно реагируют и воспринимают женские слезы. Они их боятся. Они впадают в состояние агрессии. Либо они дистанцируются от женщины, оставляя ее один на один с собой, думая, что таким образом она как можно быстрее выйдет из стрессового состояния. Это тоже очень важное правило, на которое необходимо обратить внимание. Если вы позволяете себе рядом с мужчиной плакать, и ваш мужчина является таким утешителем, он может обнять вас, поцеловать. То есть, ваши слезы его ни в коем случае не пугают, он не произносит дурацкие фразы. Не плачь, успокойся, прекрати, возьми себя в руки и так далее. Нет, он не блокирует того, что с вами происходит. То есть, он не блокирует ваши естественные реакции. Просто находится рядом, может задать вопрос, как мне тебя поддержать. Может, не задавая вопрос обнять, может просто сказать какие-то утвердительные фразы. Все будет хорошо, мы справимся, я тебе помогу, доверься мне. Рядом с тобой есть мужчина, ни за что не переживай. То есть, он старается наоборот внушить вам, вселить вас уверенности в нем. Он не пытается вас сделать сильнее, не пытается запретить вам быть женщиной. А наоборот говорит, все будет хорошо, все хорошо. Поплакали, успокоились, и все будет замечательно. Я решу все вопросы, я с тобой рядом, можешь на меня положиться. Если же обратное происходит, и мужчина давит на вас, и бежит от слез, либо дистанцируется, либо попадает в состояние агрессии, это тоже очень значимый такой звоночек, который сообщает вам о том, что рядом с вами, ну, не совсем состоявшаяся личность, которая в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы заблокировать проявление ваших слабостей. Он не готов к вашей слабости. А это чревато тем, что в этих отношениях вы действительно превратитесь в жертву. Потому что мужчина, не готовый воспринимать женскую слабость, моментально переходит на агрессивный тон общения с ней, либо дистанцируется и бросает ее. Третий очень важный пункт. Ваш мужчина, воспринимая ваши попытки поговорить с ним о чем-либо, разобрать какую-то ситуацию в отношениях, какую-то неопределенность в отношениях, возможно, какую-то неясность или даже какой-то конфликтный случай, говорит вам, давай не будем ругаться, все хорошо. И начинает вас просто обнимать, целовать, и при этом на этом все заканчивается. То есть его основная задача не договориться с вами, не проговорить, не определить путь дальнейшего взаимодействия, то есть каким образом вы будете дальше развиваться в отношениях. А его основная задача – все это прикрыть, замолчать, скрыть как-то от вселенной, от вас. Да, понятно, не всегда в отношениях приятно обсуждать какие-то болезненные темы. Темы бывают абсолютно разными. Кто-то выговаривает свои претензии, обиды, тревоги, страхи, опасения. И действительно, партнер, который сидит напротив вас или рядом с вами и выслушивает, может быть не готов к разговору. Но это не говорит о том, что мужчина должен замолчать, он должен сбежать куда-то. Гораздо проще, если мужчина произносит вслух, знаешь, я даже не знаю, как реагировать на то, о чем ты мне говоришь. Говорит ли это о том, что мужчина недостоин? Нет, это говорит о том, что он честен. А почему это важно? Мы, мужчины, воспитываемся в разных семьях. Есть мужчины, например, которые жили в полноценной семье, росли в полноценной семье. И там была замечательная модель отношений. Мама, папа, никто между собой не конфликтовал. А если были конфликты, они были здоровыми конфликтами. Там никто никого не уничтожал и не убивал. И мужчина в равной степени взрастил в себе и мужское начало, и женское начало. Он не боится проявлять чувственности, не боится женских эмоций. И он сидит рядом с вами, и когда вы ему говорите о чем-то, пытаясь разобрать какой-то конфликт, он воспринимает это нормально. Но большая часть мужчин воспитывались в семьях, где был деструктивный пример. Возможно, он воспитывался только с мамой. А возможно, воспитывался тираном папой. А возможно, в этих отношениях он подвергался какому-то эмоциональному насилию. Возможно, ему не давали возможности проговорить о своей ценности. Сказать о том, что для него важно. И он не научился выстраивать полноценный здоровый диалог. То есть, его защитная реакция – сбежать от разговора. Но, когда мужчина просто убегает и говорит, давай помиримся и не будем ничего решать, это одна ситуация, это тревожная ситуация. И совсем другая, когда мужчина говорит, я не знаю, как быть в этой ситуации, не понимаю, давай думать вместе. Это очень хороший показатель того, что рядом с вами полноценный сформировавшийся мужчина, который не боится показать перед вами свои слабости. Вот это третье очень важное правило. Если вы, пытаясь с мужчиной решить какой-то конфликт, либо недосказанность, нарываетесь на то, что он говорит, ладно, ладно, все, все, я понял, давай будем мириться, все же хорошо у нас, это говорит о том, что рано или поздно в этих отношениях вы вообще перестанете быть услышаны. От вас откажутся, и все, что вы говорите, будет пролетать мимо ушей. Четвертое правило, которое вы должны придерживаться, каждая женщина, чтобы не стать жертвой в отношениях, не позволяйте мужчине ковыряться и изучать содержимое вашего телефона. Это ваше личное пространство, это то место, куда имеете доступ только вы. Если у вас есть желание поделиться с мужчиной фотографиями, показать ему эти фотографии, показать какую-то переписку, показать, как выглядят ваши сети с обратной стороны, то есть с вашей позиции, это ваше личное желание. Так часто бывает, что когда отношения начинаются, у мужчины может просыпаться ревность, и именно ревность является причиной, по которой мужчина начинает задавать вам вопросы. А покажи мне, какой у тебя пароль на телефоне, а если мы в отношениях, почему ты его скрываешь от меня, а покажи, что там за фотографии, а с кем ты переписываешься, а кто у тебя в записной книжке записан под именем Пупсик, например, случайно увидел, а это ваша подруга, например. То есть это ваше личное пространство. И если на начальном этапе взаимоотношений вы позволите мужчине пробираться в него, если вы позволите ему ковыряться в телефоне, устанавливать какие-то правила, делать вам замечания, заставлять вас поменять пароль, либо вообще отключить этот пароль, чтобы у него был доступ к вашему телефону, это говорит о том, что в дальнейшем, когда сексуальная энергия утихнет, когда вы встретитесь как две полноценные личности в отношениях, вы столкнетесь с проблемой. Какой? Мужчина будет ограничивать вашу свободу. Он наложит контроль над всей вашей жизнедеятельностью. То есть вы не сможете быть самостоятельной личностью. Это тоже признак того, звоночек о том, что рядом с вами человек, который в дальнейшем, в будущем, может сделать из вас жертву. Пятое правило, которого должна придерживаться абсолютно каждая женщина. Обратите внимание, мужчина в какой-то момент может очень активно настаивать на том, чтобы вы уволились с работы, чтобы вы отказались от своего развития и больше уделяли времени ему, больше проводили времени, например, дома в качестве хозяйки. То есть он пытается сделать все возможное, чтобы уволить вас с того места, где вам хорошо. Мы сейчас не берем во внимание ситуации, когда женщина работает на очень тяжелой работе, на нелюбимой работе, на стрессовой работе, которая ее уничтожает и обнуляет. И мужчина говорит, любимая, я не хочу, чтобы ты там работала, тебе там плохо, тебе там мало платят, я тебе эти деньги готов и так давать. То есть найди что-нибудь себе другое, займись развитием. То есть если мужчина с такой стороны заходит к этому вопросу, это абсолютно нормально. Если же он ставит условие «уволься с работы», даже если она вам нравится и вы там кайфуете, только лишь для того, чтобы быть рядом с ним как можно чаще, чтобы ему было проще вас контролировать, чтобы загнать вас в состояние зависимости от него. При этом вы еще не знаете, что это за человек. У вас только начинаются отношения. Не позволяйте этого делать. Это ваша работа, это ваш выбор. Прежде чем согласиться на такой шаг, вы должны хорошо понять и осознать, кто этот человек, с кем вы строите отношения, какие у него планы на будущее, посмотреть, насколько он сам состоялся финансово, а сможет ли он позволить себе обеспечить вашу семью, если она будет создаваться, а сможет ли этот мужчина удовлетворять ваши финансовые потребности, если вы уволитесь с работы. Не торопитесь, придерживайтесь четких установок и правил, которые вы прописали для себя. То, что он там говорит и рассказывает, ты должна слушать мужчину, вы должны прислушиваться к мужчине, когда этот мужчина является вашим мужем и своими поступками и действиями показывает, что он достойный человек, за которым не страшно пойти даже с закрытыми глазами. Поэтому запомните это правило. Как только вы услышали от своего мужчины, увольняйся с работы, она мне не нравится, тебе там не место, поставьте себе галочку, отметьте. Это явный признак того, что и в дальнейшем будет осуществляться такой же жесткий контроль над вами. Шестое правило для абсолютно каждой женщины. Мужчина настаивает на том, чтобы вы менялись. Он может делать вам замечание. Мне не нравится, как ты ешь, как ты пьешь, как ты одеваешься, как ты говоришь. Мне не нравится, как ты выглядишь. Тебе не идет эта прическа. Мне кажется, у тебя слишком яркий макияж. Мне кажется, тебе не нужно ходить вот в этой юбке. Мне кажется, тебе нужно поменять цвет волос. То есть мужчина делает все возможное, чтобы подогнать вас под какой-то образ, который он себе нарисовал. Почему это страшная ситуация? Почему ее действительно можно считать страшной? То есть вас не принимают уже изначально вот такой, какая вы есть. Вами уже недовольны. Вас уже пытаются каким-то образом поменять, переделать, подогнать под ожидание, под соответствие мужчины. И вы должны понимать, что если это происходит в первые 3-4 полгода отношений, это говорит о том, что в дальнейшем, когда у вас уже будет семья, если она будет, мужчина будет выстраивать отношения с вами не по принципу принятия партнера, а обусловленные отношения. То есть я не принимаю тебя такой, какая ты есть. Ты должна соответствовать моим ожиданиям и тем условиям, которые я диктую. Поэтому это очень важное правило, которое вы должны запомнить. Никогда, ни в коем случае, ни под каким предлогом, ни под какими там приемами манипуляции не отказывайтесь от себя. Оставайтесь собой, прислушиваясь к своим ценностям, к своим чувствам, к своей женственности. И транслируйте миру то, что вам нравится. Вы, конечно, можете сказать, Марк, ну как же, это же мой молодой человек, там, или мужчина, он за мной ухаживает. Это ни о чем не говорит. Ваш мужчина не принимает вас такой, какая вы есть. Вот такой, какая вы есть. Пытается переделать. Запомните шестое правило и применяйте его в своей жизни, чтобы не стать жертвой. Седьмое очень важное правило для женщины, которая не хочет стать жертвой в отношениях с мужчиной. Обратите внимание на то, как часто ваш мужчина саботирует ваши планы и какие-то ваши цели. Например, вы занимаетесь спортом, у вас тренировка, а мужчина вам говорит, ну давай ты сегодня не пойдешь на тренировку, ну пожалуйста, давай останемся вместе, ты и так у меня красивая. Вы, например, сели на какую-то диету, или у вас правильное питание, но при этом мужчина демонстративно может сидеть и провоцировать вас на то, чтобы вы соскочили с этого правильного питания, пожирая куски торта, там Наполеон, у него этот крем по морде размазывает себе, по лицу, простите. Вот. Делает все возможное, чтобы соблазнить вас. Либо у вас были какие-то планы поехать куда-то, встреча с подругами, какое-то выездное рабочее мероприятие, какие-то бизнес-проекты. Мужчина делает все возможное, чтобы ничего не получилось, чтобы ничего не состоялось. Если, например, он не может повлиять на то, чтобы само мероприятие не состоялось, и ваши планы рухнули, он может испортить вам настроение. То есть он, будучи недовольным тем, что вы делаете, вторгается в ваше эмоциональное состояние и портит вам настроение, чтобы вы что сделали? Сказали, все, я никуда не хочу идти, плюнули, махнули рукой и остались дома, либо там рядом с ним, для того, чтобы он успокоил свой беспокойный нрав. Здесь, конечно, нужно обратить на это внимание. Такие мужчины, как правило, позволяют себе подобное поведение на самых ранних этапах отношений. Неважно, сколько вы, один месяц в отношениях, полгода в отношениях. Обратите на это внимание. Как только вы понимаете, что мужчина пытается сломать вашу систему, сломать ваши планы, это говорит о том, что в будущем это будет проявляться в еще более усиленной форме. И говорит это о том, что в этих отношениях, скорее всего, вы станете жертвой. Застрянете там и будете в роли жертвы проживать всю свою жизнь. Либо до такой степени разочаруетесь и искалечите свою самооценку, что будет и с трудом выходить из этих отношений и потом восстанавливаться. Восьмое правило. Оно чем-то похоже на предыдущее. Мужчина считает, что все ваши увлечения, хобби, это полная туфта. Слушай, да ты живешь в 21 веке, какое рисование, да какое вязание, да какое вышивание, да какие танцы, какая йога. Вот все, чем вы занимаетесь, мужчина начинает обнулять. Высмеивать, подшучивать над вами. Возможно, где-то позволяет себе какие-то оскорбительные реплики в адрес вашего увлечения. Постоянно высмеивает и делает вид, что вы занимаетесь дуростью какой-то, что взрослая женщина не должна увлекаться тем, чем вы увлекаетесь. Возможно, например, из цвета танца проявляется какая-то ревность, что вы там танцуете с партнером. А мужчина начинает высказывать свое недовольство. То есть, его желание приземлить вас, остановить развитие вашей личности. Ведь здесь смысл не в том, чтобы уничтожить... Еще раз, давай еще перепишем. Смысл здесь не в том, чтобы лишить вас возможности заниматься, например, танцами. Нет. Это очень мелко. Смысл его действий и поступков состоит в том, чтобы ограничить ваше развитие. Смотрите, какая удивительная штука. Когда женщина отказывается от своих ценностей, от своих хобби, от увлечений, она отказывается от наполнения своего организма гормонами счастья, радости и удовольствия. И когда вы занимаетесь любимым делом, вы наполняете себя и эндорфином, и эдомфанином, и серотонином. Там, возможно, и адреналин присутствует, который немножко азарт у вас вызывает, волнение какое-то. Естественно, вы способны самостоятельно, без своего мужчины, проживать минуты счастья и радости. Как только вы пожертвовали этим и приклеились к мужчине в надежде, что он оценит, он этого не оценит. У вас прекратился источник радости и удовольствия. Теперь единственным источником становится ваш мужчина. То есть, так как вы лишили себе удовольствия там, вы пытаетесь это удовольствие максимально проживать со своим мужчиной. А он не способен закрывать вашу потребность, у него не получается. Вы впадаете в состояние агрессии, начинаете выяснять с ним отношения. Рано или поздно это приведет к тому, что вы настолько будете эмоционально и гормонально зависимы от своего мужчины, что у вас будут возникать страхи только от одной мысли, что он может от вас уйти, что ваше отношение может рухнуть. А если вы даже убедитесь в том, что отношения уже не могут существовать, у вас будет страх выйти из этих отношений, потому что будет возникать ощущение одиночества, обессиленности, какой-то тревоги. А почему они возникают? Потому что то, что для вас было важным и ценным, вы оставили в прошлом в надежде, что мужчина это оценит. Запомните это правило. Никогда, ни под каким предлогом, не отказывайтесь от своих хобби, от своих увлечений, потому что мужчина этого хочет. Это ваши ценности. Будьте добры, храните их всю жизнь. Девятое правило. Ваш мужчина считает, что вы всегда и во всем должны с ним соглашаться. И многие женщины, действительно, боясь потерять отношения, потакают своему мужчине даже в тех вопросах, с которыми они не согласны, которые противоречат вам. Так вот, запомните, это одно из самых золотых правил. Не бойтесь высказывать своего мнения. Не бойтесь быть в отношениях личностью. Не бойтесь транслировать свои ценности. Не бойтесь протестовать. То есть, если мужчина вам навязывает что-то, пытается вас убедить и сказать, что ты не права, ты должна поддержать меня, ты должна согласиться со мной. Да, действительно, бывают такие моменты, знаете, когда вы можете находиться в обществе, и вы явно увидели, что ваш мужчина где-то в чем-то неправ, и вы вместо того, чтобы занимать его позицию, занимаете позицию людей, которые против него. Это, конечно, не совсем хорошо. То есть, общество не должно вообще никаким образом проникать в ваши отношения. Если даже вы обнаружили, что ваш мужчина не прав в чем-то, лучше промолчите. Ну, а, конечно, если вы можете себе это позволить, и у вас получается, займите его сторону, потому что это ваш мужчина. Когда останетесь один на один, скажите ему об этом. Ты знаешь, я повела себя так, потому что я тебя люблю, и поддержала себя, но на самом деле я не согласна с тобой. Мне кажется, что ты здесь был неправ. По моему мнению, по моим ощущениям, можно было бы иначе отреагировать на происходящее. Это совсем иная ситуация. Но когда вы наедине с мужчиной боитесь сказать о том, что важно для вас, рано или поздно это приведет к тому, что вы станете жертвой в отношениях. Все, что вы будете говорить мужчине, будет обнуляться. То есть, вы будете жить исключительно по тем правилам, которые вам навязываются. Десятое правило. Очень часто в отношениях мужчины начинают задавать много вопросов о ваших прошлых отношениях, о ваших любовниках, о мужчинах, с которыми вы были. И девушки, для того, чтобы оправдать себя каким-то образом, начинают действительно рассказывать мужчине о том, почему там не получилось, как не получилось, какие там были отношения, что в этих отношениях было хорошего, что там было плохого и многое-многое другое. И здесь, конечно, знаете, например, понятно, что если вы были замужем, и за вами ухаживает мужчина, он планирует с вами создание семьи, ты хочешь, не хочешь, задашь такой вопрос женщине, а почему развелись? И здесь же очень многое зависит от зрелости мужчины. Если вы, например, проговорив причины развода, проговорив свои страхи, проговорив свои какие-то опасения, доверяете мужчине, то есть он зрелый человек, он никогда не воспользуется этим для того, чтобы сделать вам больно. Когда на ранних этапах происходят эти допросы, и сколько у тебя было мужчин, а с кем ты встречалась, а вот что это за фотография там у тебя, а это что, а это что? Это уже звоночек, это попытка взять какие-то бразды правления в ваших отношениях для того, чтобы манипулировать вашими слабыми местами. Наверняка вы не будете рассказывать, что мы расстались, потому что у нас было все прекрасно, мы расстались, потому что он был суперкласс, мы расстались, потому что я была суперкласс. Нет. Вы будете очень откровенны. Эта откровенность на ранних этапах отношений, она никому не нужна. Вы этим только лишь обозначите свои слабые места, а гарантии в том, что рядом с вами достойный мужчина пока еще нет. Поэтому воздерживайтесь от этих разговоров. Я не хочу об этом говорить. Даже если будут манипулировать, в смысле не хочу, я должен понимать, какой я женщина в отношениях, а ты не видишь с какой? Можешь понюхать меня, потрогать, поцеловать, обнять, даже взять на руки, почувствовав мой вес. Ты же видишь, с кем ты в отношениях. Каким-то образом мое прошлое может повлиять на твои чувства, на твою заинтересованность. И смотрите на реакцию у мужчины. Запомните это правило. Никогда не позволяйте мужчине эти расспросы и разговоры о своих бывших мужчинах. Это запрещено. Одиннадцатое золотое правило. Ваш мужчина начинает высказывать недовольство вашей подругой. Вы дружите уже много лет, и тут появляется человек абсолютно новый в вашей жизни, который не знает, не знает основы вашей дружбы, не знает, на чем эта дружба строилась, что там было хорошего. Возможно, были какие-то конфликты, но вы до сих пор дружите, вы до сих пор являетесь близкими друг другу людьми. Задайте себе вопрос, для чего делает это мужчина. Ответ очень простой. Попытка вас втянуть в состояние собственного контроля. То есть, я хочу контролировать тебя, я хочу избавить тебя от тех людей, которые мне мешают контролировать твое пространство. Я хочу сделать все возможное, чтобы в твоей жизни не было никого ближе, чем я. Мужчина действительно может сделать так, чтобы женщина в какой-то момент поняла, у меня нет никого ближе и роднее, чем ты, мой любимый. За счет чего? За счет своих поступков, действий, любви, заботы, ласки, ответственности за женщину. А может пойти по нездоровому пути, ликвидировать все ваше окружение, убрать ваше хобби, уволить вас с работы, заставить вас поменяться, то есть делать все возможное, чтобы вы попали под его правление. Будьте внимательны, как только услышали от мужчины подобное, задумайтесь, пожалуйста, и ни в коем случае не позволяйте себе этого. Многие из вас знаете, что делают? Например, мужчина высказывает свое явное недовольство вашей подруге, но вам с ней хорошо, вам нравится с ней общаться и проводить время. И для того, чтобы мужчину не обидеть, женщина начинает снижать общение, то есть встречаться реже. Не надо этого делать. Одно дело, когда вы сами не хотите, потому что вам хорошо с мужчиной, вы выбираете с кем не остаться с мужчиной сегодня или встретиться с подругой. Это одна ситуация. Совсем другое, когда вам мужчина говорит, не едь, и вы, чтобы его не обидеть, переносите встречу, ну давай в другой раз, у меня не получается и так далее. Запомните это правильно. Ваши подруги это ваш выбор, это близкие вашему сердцу люди. Вы с ними были до встречи с мужчиной, и неизвестно, будете вы с ним или нет, но подруга ваша останется на месте, если она настоящая подруга. Двенадцатое правило для каждой женщины. Вы познакомились с мужчиной. Возможно, это двенадцатое правило нужно было поставить первым, но неважно, смысл от этого не потеряется. Вы познакомились с мужчиной, он начинает ухаживать за вами и начинается соблазнение. То есть, он начинает намекать вам на близость, делает все возможное, чтобы остаться с вами один на один и заняться сексом. Так вот, если вы еще не готовы к этому, не нужно этого делать ради мужчины. И если вы, обозначив свою позицию, проговорив мужчине о своей неготовности, о своих, возможно, каких-то переживаниях, о стеснении, прямо сказали, ты знаешь, я пока не готова к этому, давай пообщаемся, нам нужно лучше друг друга узнать и так далее, так далее, так далее, а мужчина все равно настаивает, пытается вас переубедить, да я не понимаю, мы взрослые люди, ну рано или поздно это произойдет, да к чему эти понты, да ладно. Сделайте для себя определенные выводы. Это говорит о том, что мужчине наплевать на то, что вы чувствуете, наплевать на вашу женственность, наплевать на ваше стеснение, его интересует только он. В дальнейшем, если эти отношения пойдут дальше, будут развиваться, вы будете здорово удивлены тем, насколько мужчина халатно относится к близости с вами, насколько он эгоистичен, насколько он не заинтересован в удовлетворении ваших сексуальных потребностей. Это очень тревожный звоночек о том, что рядом с вами находится, возможно, даже абьюзер, который будет вам причинять в дальнейшем боль. И физическую, и эмоциональную, какую хотите. То есть мужчина стирает ваши ценности, на первое место ставит свое «Я хочу» и все. Меня это не интересует. Запомните это правило и придерживайтесь его. Тринадцатое правило, последнее правило в этом видео. Мужчина настаивает на том, чтобы вы обязательно нашли общий язык с его мамой. То есть это чуть ли не одно из основных требований мужчины. Вот если ты найдешь общий язык с моей мамой, тогда у нас с тобой сложатся отношения. Ты должна ей понравиться обязательно. Постарайся, пожалуйста, когда ты общаешься с моей мамой, не спорь с ней ни о чем. Вот будь такой покорной овцой. Это говорит о чем? О том, что мама для мужчины является мега-суперавторитетом. Это говорит о том, что он не является самостоятельной личностью. Это говорит о том, что он всегда свои решения будет сверять с мнением мамы. Это говорит о том, что для него на первом месте будет женщина, но не вы, а его мать. Поэтому, если вы в своем мужчине обнаружили вот такие признаки, о которых я сегодня сказал, если вы увидели, что он действительно настаивает о том, чтобы вы были актрисой, такой, понравься моей маме, найди с ней общий язык, если ты меня любишь. Слушай, если я тебя люблю, я люблю тебя. И я не обязан любить твою маму. Я могу к ней адекватно относиться, общаться с ней нормально, понимать, осознавать, что это твоя мама, быть благодарной ей за то, что она тебя вырастила, воспитала такого замечательного. Если у меня получится пробудить в себе чувственность, эти чувства сами по себе начнут проявляться, то, конечно, я буду с твоей мамой в хороших, теплых отношениях. Если нет, то мы будем общаться как-то дипломатично. Но ломать себя и пытаться угодить твоей маме я не буду. Вот это позиция взрослой, осознанной женщины. Если вам пытаются нарезать обратное, сделайте для себя выводы, пожалуйста. Я надеюсь, уверю в то, что эти 13 правил, которые вы сегодня услышали, вы законспектировали себе и будете применять в своей жизни. Следующие видео будут не менее интересны. Ну, а я прощаюсь с вами. Хочу напомнить о том, что у нас каждый месяц стартует бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка на регистрацию находится под описанием, под этим видео. Регистрируйтесь и присоединяйтесь. Уже более 25 тысяч женщин прошли этот курс, эту программу и нашли ответы на те вопросы, на которые не могли ответить годами. Поэтому регистрируйтесь. С вами я прощаюсь ненадолго. И всем пока-пока.